Привет от нас, Лерочка! Сколько раз я пыталась найти себе подходящий шампунь, но очень часто случалось такое. Этот шампунь для жирных волос с хорошим составом точно должен мне подойти. Они стали еще жирнее, можно смазывать сковородку. Итак, у меня перхоть от шампуня от перхоти. О, шампунь на мыльных орехах, Supernatural, мочалка с колтунами. Поэтому в этом видео я сделаю обзор на косметику 19 лап, на которую я читала очень много положительных отзывов в интернете. Посмотрим, что там в составе, промывает ли она кожное сало и подойдет ли моим волосам. У меня на столе стоит три баночки. Сейчас я вам покажу, что буду тестировать. Шампунь, легкость и объем для жирных волос, маска для жирного типа волос и кондиционер, легкость и объем. Итак, начну я с шампуня. Выдавливаю шампунь на руку. Конечно, выдавливается он как-то очень странно, маленькими капельками. Это неудобно, сразу скажу. Ну ладно, главное, чтобы средство было хорошее. И наносим на ладошки, вспениваю и наношу на кожу головы. Первый раз смываю. Намыливаю волосы еще раз. Пена хорошая, плотная. Мне нравится, как он намыливается. Держу сейчас шампунь на коже головы две минуты. В составе деликатной моющей основы. Это очень хорошо для кожи головы. Посмотрите, сколько много экстрактов. Это большое преимущество этого шампуня. В целом состав очень хороший. У меня сейчас скрипят волосы. Это хороший знак. Шампунь промывает кожаное сало, несмотря на то, что он с натуральным составом. Это отлично. После того, как я смыла шампунь второй раз, я выжимаю волосы и буду наносить маску. Маска достаточно плотная, но наносится комфортно. Наношу маску, делаю гульку и оставляю на 20 минут. Состав маски отличный. Почти все компоненты натуральные. Если не натуральные, то они не вредят коже и волосам. Много экстрактов. Также вижу в составе касторовое масло. Оно некомедогенное, поэтому людям с комбинированной кожей можно наносить эту маску на кожу головы. Также вижу в составе кислоту, которая помогает очищать кожу головы от роговевших чешуек. В общем, полезный, хороший состав. Мне нравится. Если у вас мало времени, то вы можете использовать кондиционер для ледяной волосы после шампуня. Но я сегодня тестирую все средства, поэтому наношу маску. Также потом нанесу кондиционер, чтобы посмотреть, как он по эффекту, как он смывается, как он ложится на волосы. Конечно, для регулярного использования, наверное, удобнее кондиционер. А маску достаточно использовать раз в неделю. Лера, ну мы с тобой просто две мадамы. Посмотри. Мамка у тебя с розой на лбу. Красота. Да. Смываю маску. Смывается она достаточно легко. Сейчас нанесу кондиционер. Более жидкий, чем маска. Написано, что кондиционер нужно ставить на 10-15 минут, но я столько не буду. У меня пришел маленький помощник. На, Лер, тебе кондиционер. Я подержу немножко меньше. Смывается достаточно легко, так же, как и маска. В использовании косметика приятная. У бальзама также хороший состав. Есть очень много натуральных экстрактов, смягчающих компонентов. Есть один загустительный, он безвредный. Экстракт риса. Это тоже очень хорошо. В общем, состав классный. Когда волосы высохнут, мы посмотрим на результат. У меня высохли волосы и, на удивление, мне очень нравится эффект от этой косметики. Кожа головы хорошо очищена, нет никакого раздражения, никакой перхоти. Волосы не утяжелены, легкие, блестят, но хорошо увлажнены. Я домоюсь этими баночками и посмотрю, может быть, и буду пользоваться дальше этой косметикой. Я надеюсь, вам понравился обзор этой косметики. Спасибо вам большое за просмотр. Также спасибо за лайк и включайте колокольчик. А также обязательно ставьте лайк этой девочке, которая сидит тут тихонько в колясочке и дает маме записаться. Говори пока-пока. Пока-пока всем. Пока-пока. Увидимся в следующих роликах. Пока. Субтитры подогнал «Симон»